Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, во-первых, вы не предоставили какую-либо информацию о себе и о ребёнке и о том, с какого момента на него начались эти страхи. Я знаю, что дети, когда начинают что-то бояться, во многом копируют по месту своих родителей. То есть если родитель боится, то ребёнок боится тоже. Вот, значит, ребёнок когда-то испугался, увидел ответную реакцию родителей, ну или взрослого, любого, не важно, и старался на сих пор начал бояться, бояться за сын в этом виде для себя опасности. Может быть, ребёнок в чём-то увидит выгоду для себя в этом страхе. Поэтому вам, в первую очередь, вам, ну ребёнку тоже, но и вам нужно обратиться к психологу вместе с отцом или кем-то ещё из родственников для того, чтобы сделать анализ, для того, чтобы провести работу и посмотреть, что именно из вашего поведения спровоцировало и поддерживает страх ребёнка. Вот, то есть не нужно думать, что это исключительно проблема ребёнка. Нет, это ваша всякая общая семейная проблема, потому что семья – это система, в которой находится человек, если у ребёнка появляется страх, то это следствие работы системы, это следствие вашего поведения, это поведение других взрослых и взрослых, поведение братьев и сестёр, если они есть, поведение ближайших родственников, с кем происходит общение, ну и так далее. Это и школа, это и друзья, и так далее. То есть всё это наличие в наличии, ну и всё это исследовать. До тех пор, пока это не стало более серьёзным, тогда уже будет необходимо вмешательство врачей. Ребёнку нужно к детскому психологу, безусловно, это либо через арт-терапию, либо через микротерапию, либо через клиент-центрированную терапию, помочь ребёнку раскрыть вот то, что его беспокоит, то, что его волнует. Ну, там, я думаю, это как-то связано с родителями. Скорее всего, я не думаю, что это в каких-то переживаниях больше связанные с случайными моментами. Это, конечно, бывает, но это большая рискость. И даже если случаются такие вот переживания по поводу каких-то, ну, стамбанных, вот, мажорных обстоятельств, то всё равно корень этого в чем-то куда более серьёзным лежит. Вот. Поэтому готовьтесь, если вы и ваши ближайшие родные люди готовы менять, то ребёнку можно помочь. Если вы считаете, что проблема только у ребёнка, то нет, потому что общество и правила социальной группы, они довольно жёсткие, они обозначены природой, и вполне вероятно, что ребёнку в вашей социальной группе как бы приготовлено вместо вот такого слабого человека. Вот. И сильный человек в вашей социальной группе просто напросто не нужен. Для того, чтобы признаться себе в этом, нужна смелость, нужна честность, самокритичность. Вот. Ну, ну, вместе с тем отсутствие, отсутствие излишней, излишнего самопичевания, потому что это, ну, ну, это как бы не конструктивно абсолютно, да. Вот. Наша задача не обвинять, наша задача не обичевать, наша задача именно вот увидеть какие-то факты, какие-то моменты, вот, и вообще в дальнейшем как бы с этим работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрушена. Субтитры сделал DimaTorzok